здравствуйте давайте сегодня мы поподробнее поговорим о процессе выращивания декоративного лука выращивание декоративного лука мы естественно начинаем с осенней посадки луковиц основные моменты на которые стоит нам обратить внимание это конечно же сроки посадки не позднее середины октября мы должны с вами обязательно лук высадить сейчас ничего я не добавляю максимум что мы можем это небольшое количество золы в почву добавить при обработке и небольшой подготовки опять же перекопку я не провожу просто взрыхлим почву добавим немного золы поскольку это калий он не повредит растению именно необходим для укоренения и в принципе все почва достаточно влажная поскольку дожди у нас идут осень по-настоящему как говорится погода осенняя если все же у вас может быть какие-то такие погодные небольшие изменения аномалии в своем роде то есть почва сухая немного увлажняем и все больше ничего нам не нужно высота посадки луковиц декоративного лука также неизменно как и для многих луковиц в среднем это три высоты луковицы и так то есть высаживаем наши луковицы в подготовленные лунки три высоты луковицы стоит также сказать что луки конечно я приобрела в питомнике качество посадочного материала скажу вам честно средний не совсем я довольна есть небольшие замечания поскольку луковицы как мне кажется хранились не совсем в подходящих условиях пришли они влажные не совсем сухие чешуйки не совсем плотно прилегали к луковице донцы не совсем хорошо закрыта это же такое немного влажное и перед посадкой я луковицы все же обработала фунгицидом это я думаю что стоит сделать поскольку посадочный материал средненького качества и так помещаем наши луковицы в лунки засыпаем плотненько землей утрамбовываем ни в коем случае не должно быть никаких пустот хорошенечко почву мы утрамбуем и должны мы с вами также позаботиться о небольшом дополнительном укрытие в данном случае я буду использовать опилки и опилки свежие то есть понятно что весной обязательно если вы также будете использовать свежие опил то это мы с грядки удалим то есть можно использовать свежие опилки допустим с лапником и так далее и так луковицы посажены и нам остается дождаться весны и обязательно об основных аспектах ухода за этими замечательными декоративными растениями мы поговорим с вами уже в следующем сезоне у нас новый сезон весна 2018 вот так выглядит лук декоративный посаженный осенью и если говорить об уходе который нам с вами необходимо было произвести то первое на что нам стоило обратить внимание это ранней весной как только сошел снег когда мы увидели первые зеленые росточки и если мы с вами не совсем уверены в качестве почвы знаем что с осени здесь допустим не заправлено было никакой органикой то есть азота в почве недостаточно любым минеральным возможно даже комплексным удобрением с преобладанием именно азота мы с вами небольшую подкормку производим удобнее конечно гранулированным поскольку у него более такое пролонгированное действие постепенно азот растворяется поскольку влаги в почве достаточно и растение получает то что ему необходимо для развития большой большой зеленой массы вот именно сейчас когда у нас начало май как вы можете видеть наш лук закладывает уже бутоны готовится к цветению но на конечно наступит через некоторые некоторые промежуток времени вот именно сейчас нам необходимо с вами воспользоваться уже также минеральным удобрением но с преобладанием калия фосфора для того чтобы обильное было цветение продолжительное и впоследствии наша луковица запасла с достаточным количеством питательных элементов и уже в последующие годы радовала нас обильным цветением и хорошо естественно перезимовала именно я поскольку уверена в качестве почвы сейчас воспользуюсь только лишь фосфором и калий у меня вот обычные удобрения гранулированные то есть здесь уже можно воспользоваться как жидким так и гранулированным удобрением вот в такой она форме то есть обязательно вначале я проливаю водой поскольку сейчас почва уже под лучами солнца просыхает и растение влага необходимо не забываем поливы нечастые но достаточно обильные мы проливаем водичкой добавляем гранулированное удобрение вокруг чуть-чуть подрыхлили все то есть весь уход рыхлений конечно и про полках мы с вами не забываем поскольку после того как стоял снег обязательно рыхлений первым и проводим и последующие уже по мере необходимости вот таким образом и нам с вами стоит дождаться цветения посмотрим как будет чувствовать себя лук через некоторое время прошел практически месяц вот посмотрите пожалуйста как чувствует себя декоративный лук он цветет и достаточно неплохо к сожалению цветоносов было не так много но это и понятно это буквально первый год цветения растения в целом расти она у меня здесь будет около 3-4 лет и только после указанного промежутка времени мы можем разделить растение пересадить уже на другое место как вы видим что центральная луковичка оказалась более запасливой и на ней три неплохих цветоноса в целом если говорить об уходе который необходим луку на данном этапе то это небольшие прополки рыхлений по возможности и на этом пожалуй все поскольку же никаких подкормках речи не идет полива мы тоже не совершаем поскольку сейчас часто идут дожди и очень жаль начиналось все неплохо в мае казалось что такая теплая и жаркая погода продлится и на начало июня и в целом лето будет теплое жаркое но к сожалению вот сейчас замучили нас возвратные заморозки то дождь то даже град немного про и проясняется появляется солнце но в целом очень низкие температуры и ночью как я уже сказала буквально вот сегодня даже был минус один ну что ж в любом случае можно сказать о том что декоративный лук этим всем погодным неприятностям очень стойкое растение и в целом любят его за такую непритязательность не требовательность растет он буквально на любых типах садовых почвы если мы с вами хотя бы один раз за сезон не забываем его подкормить то длительное яркое хорошее цветение нам обеспечено могу сказать о том что в целом это растение можно выращивать как на открытых солнечных местах так и в тени неплохо он себя чувствует и так то есть вот сейчас пожалуй все что хотелось показать и рассказать еще раз подчеркнуть что это растение заслуживает внимания стоит его выращивать в цветниках клумбах поскольку вот сейчас у нас самое начало июня 7 число но кроме вот на данной клумбе кроме декоративного лука и по соседству с ним коровяк начинает свое цветение к сожалению ничего более пока мы красочного не видим вот буквально два дня назад я высадила сюда мирабелис но как вы видите к сожалению с ним придется распрощаться поскольку думаю что не отойдет он от сегодняшнего заморозка и цветения к сожалению я его не увижу но будем надеяться может быть какие-то пасынки будут но очень очень жалко но ничего не поделаешь если опять вернуться к луку буду конечно свою коллекцию пополнять и очень интересное растение непритязательно как я уже сказала и очень приятно пахнет ну на этом все желаю вам красивых цветов и до скорых встреч